Всем привет! Меня зовут Питер Белл. Я занимаюсь компанией DAO Builders, построением бизнес-архитектуры для различных веб-три проектов. Мы любим очень DAO, децентрализованные решения и сегодня меня пригласили ребят немножечко рассказать какую-то такую лекцию по истории DAO, как они вообще появлялись и о чем они были за прошедшие уже семь лет получается и даже восемь лет можно сказать. Первая известная DAO появилась просто в 2016 году. Собственно, давайте же начнем скорее. Что такое именно само DAO, я думаю тут объяснять никому не надо. Все-таки люди, которые сидят в Дискорде, название есть слово DAO, наверное, знают, но на всякий случай ссылочки. Если кому-то нужно будет, нужно добавить в какой-то глоссарий ваш набор полезных ссылок, материалов. Значит, давайте поговорим о том, как менялась эволюция архитектуры DAO и что мы все подразумеваем под архитектурой. Есть, наверное, два взгляда основных. Первый взгляд — это что такое архитектура самого протокола, самого солюшена. Это взгляд со стороны разработчиков. Я не разработчик, тут особенно погружаться мы в эту тему не будем, но кратко можем сказать, что самые первые, самые первые DAO создавались в формате 1 DAO, 1 смарт-контракт. Это было такое монолитное решение, которое все управлялось через один публично доступный смарт-контракт. Примерно так это было в The DAO всем известным, мы потом попозже про него немножечко еще поговорим. Вслед за этим уже люди немножечко поняли, что одного смарт-контракта не хватает, стали добавлять комбинированные солюшены из нескольких смарт-контрактов, которые могли решать уже чуть больше задач, чем DAO предыдущего поколения. И в современных DAO мы вообще видим использование как централизованных, так и децентрализованных способов взаимодействия с комьюнити. Всем известно, что голосование во многих DAO происходит через Snapshot. Это в общем-то централизованное решение относительно многих других. Но при этом оно спокойно комбинируется с децентрализованными решениями и всех это полностью устраивает. Но это с точки зрения того, как оно выглядит глазами разработчиков. Тут, наверное, я даже не буду в эту сторону ходить, чтобы меня никто не загадал камнями. А вот с точки зрения бизнес-архитектуры и вообще для чего создавались DAO изначально, мы перенажили несколько существенных этапов. Собственно первые DAO создавались исключительно как инвестиционные фонды в 2016 году. Про кейсы, да, мы поговорим, но грубо говоря это совместное управление какими-то активами, одним активом или группой активов. На следующем этапе мы уже перешли к DAO, которые, скажем, оперируют управлением определенным протоколом. Здесь хорошим примером был бы MakerDAO, имитент всем известного стейбл токена DAI, который выпускается в обмен на заложенный эфир. То есть эта процедура тоже всем, я полагаю, известна. Приходит пользователь, отдает эфир в качестве залога, ему в ответ выпускают токен DAI, который является стейбл коином к доллару. Управление такими подобными финансовыми протоколами, тут можно было бы сказать еще, что можно сюда же записать всем также известный протокол Curve Finance, который тоже по сути создает систему управления протоколом. Там назначение, да, уже значительно шире, чем просто управление какими-то активами. Хотя и управлением активами внутри вот, скажем, распоряжаться treasury в целях просто перевести какую-то часть активов в пользу, допустим, команды разработчиков или команды там какой-нибудь по маркетингу, какого-нибудь кейпинин лидера, вполне себе решение. Эти решения тоже принимаются. И на следующем этапе рынка последний, кто помнит, были такие NFT и большое количество сообществ появилось вокруг NFT и управления ими. С одной стороны, можно сказать, что это были такие же инвестиционные фонды, как в 2016, просто управляли, а не NFT. С другой стороны, они все-таки уже привлекали людей, в том числе и по интересам. Интерес их был не только спекулятивный, но и совместное создание какого-то value. Существует несколько известных комьюнити, которые управляют коллекциями NFT на несколько десятков миллионов долларов. И при этом они еще и помогают запускать новые проекты, поддерживают свое комьюнити. Примеры там чуть похоже тоже расскажу. И, собственно, то, что мы имеем сейчас, 22 года, и, наверное, в 23-м году активнее, и в 24-м будет еще активнее. Все слышали про тренд на Real World Assets, токенизацию активов из реального мира и, в том числе, токенизация бизнеса стандартного происходит тоже за счет DAO. Уже есть захватывающие, скорее, рекламные, конечно, кейсы, чем реальная практика рынка. Управление рекламными агентствами в формате DAO, управление какой-то лодочной станции, лодочным клубом, я уже не помню точно, но, в общем, конкретного бизнеса, который зарабатывает на сдаче лодок в аренду, а не абстрактный клуб, там, как Bored Apes Яхт Клаб. Собственно, это то, к чему мы приходим сейчас. Дальше я хотел бы перейти к рассмотрению трех основных кейсов, про которые стоило бы поговорить. Можно было бы куда-то отойти в сторону, если у нас беседа. Кейсы, которые хотелось бы разобрать относительно коротко про The DAO, чуть более подробно про Aragon DAO и про MakerDAO тоже за компанию можно поговорить. Раз-раз. Слышим. Это был вопрос? Да-да-да, это был вопрос. Мы не против, мы все во внимании. Собственно, а кейс The DAO знаком аудитории? Знают ли люди про него? Что же это было такое? Если нет, то вкратце тогда рассказываю. Ну или не вкратце, а давайте тогда уже действительно чуть более детально. маленький подсрочник. Собственно, первый DAO появился, вот The DAO появился на базе эфира в 2016 году, буквально сразу же после того, как эфир запустился. Если кто не помнит, когда запускался эфир, Виталик Бутерин одной из целей создания эфира ставил как раз-таки сделать его площадкой для свободного и доступного краудфандинга, чтобы все могли привлекать средства через эфир, выпускать там свои токены и продавать их, и таким образом фандрейзить продукты. Кто же знал, что потом эта светлая, благая мысль превратится в... будет реализована в виде ICO, и денег будет собирать странные проекты вроде Сенткоина. Виталик Бутерин, собственно, поддержал самостоятельно создание фонда, который бы занимался управлением инвестициями, по сути, в разные стартапы. Фонд назвали ZDAO, управлялся он децентрализованно. Сразу же на первых порах очень быстро собрали в него 150 миллионов долларов для 2016 года, и это чертовски большая сумма. Это совсем не то, что 150 миллионов долларов сейчас в криптопроекте, это буквально меняет индустрию. Такая сумма в 2016 году. Фонд буквально не успевает предпринять никаких существенных действий, буквально несколько проползал, а фонд успевает пройти. Как его моментально ломают, оказывается очень неустойчивым это решение, причем по факту из-за взлома и утери 60 миллионов долларов из ZDAO а пришлось аж целый хардфорк эфира выпустить для того, чтобы решить проблему, которая была найдена в управлении ZDAO. То есть ZDAO моментально свернули, а вся эта история произошла... Вот сейчас, не знаю, может память меня подводит, но по моим ощущениям, все это пролетело буквально за полгода. Вся история от начала до конца, со всеми последствиями и со всеми обсуждениями. Собственно, команда, которая разработала, разругалась со всеми в пух и прах, по сути появился в результате этого хардфорк эфира. Раскололось сообщество на людей, которые продолжали поддерживать саму идею и концепцию ZDAO. И в целом всех остальных, которые, скажем так, присытились этой концепцией и решили, что ZDAO, пожалуй, еще недостаточно зрелый. И по сути ZDAO проклял само понятие ZDAO еще на ближайших, получается, три года практически, 2020-2019 года. Это имя было проклято, и люди старались его не использовать, потому что буквально первый фонд, который назывался как раз за ZDAO, такой большой провал. У всех это осталось рано и на сердце. А более детально можно разобраться, конечно, в этой всей истории вот здесь. Как заметно по ссылочкам, даже в памяти немножечко озаботились этой историей. Множество существует разных разборов. Дополнительно можно найти как техническую информацию о том, как все это дело ломалось, так и последствия на рынке, как это отразилось в целом на восприятии криптовалют. Скажем, тогда можно считать, что это один из факторов большого неприятия на тот момент времени. Следующий кейс про капсурии хотелось поговорить. Это Aragon Dao. Опять же, задам вопрос, знакомы ли? Может быть, в гостях кто-то был из Aragon Dao? Может, это из адвайзеров Aragon Dao был? И слышали ли вы про историю, которая происходила в 2023 году с Aragon Dao? И в чём вообще суть? Ребят, ну раз никто не говорит, значит, давай с нуля. Да. Значит, Aragon — это платформа, которая была создана изначально для разработки Dao-решений. Это они ставили как свою главную цель. На это они привлекли деньги и положили их в тренжер, и скопился очень большой фунт. Команда заслуженная. Выпустила она не одно решение, которое применялось разными другими проектами. То есть, грубо говоря, это такой рандицентр, который был оформлен как фундейшн в Швейцарии, который занимался тем, что выпускал разные салюшены, которые выкладывал в Open Source. Можно было их, да и сейчас можно, брать и применять для построения каких-то решений для Dao. Там вариантов масса. От формы того, как подавать запрос на голосование, до того, как принимать участие в этом голосовании, как распределяются роли в голосовании, какой вес его голоса. И, в общем, тысячи, ну тысячи, наверное, много, но сотни точно решений есть уже, которые проверены в других проектах. И такой большой R&D-центр. У этого R&D-центра сформировался сформировалось очень большой трэжер, так как проект привлекал деньги в 2017 году. В 2023 году у них накопилось трэжеры примерно на 300 миллионов долларов. Там лежали разные токены, разные активы. И по большому счету, ну да, тут можно было бы сказать, что ну, не так уж и нужны 300 миллионов долларов для R&D-центра. Наверное, R&D-центр может существовать и без этой подушки 300 миллионов долларов. Ну, наверное, примерно так же придумали инвестора R&D-центра. Есть такие инвестора, помню сейчас, если честно, специальный термин, который называется в английском языке, которые занимаются, причем занимаются этим достаточно давно, абсолютно легально на белой основе. Они находят актив, какую-то компанию, капитализация которой заметно ниже, чем реальная стоимость ее активов. То есть, в случае с Treasury Aragon произошла следующая ситуация. Общая капитализация токена Aragon на рынке в какой-то момент стала практически в два раза ниже, чем объем Treasury, который у них был заблокирован. И в этот момент хитрые трейдеры смехнули, что если они выкупят сейчас большинство голосов, которые им необходимы для голосования, они смогут управлять трейдеры. И тем самым это стопроцентная выигрышная стратегия, так трейдеры ничем абсолютно не рискуют. Собственно, подобные движения проворачивались на рынке с 70-х годов, когда начала развиваться фондовая биржа, как только появились такие компании, у которых не сходилась рыночная оценка с реальным объемом активов, которые у них есть, сразу вступали в игру вот такие ушные ребята. Я бы даже не сказал, что в этом мире что-то нечестно. Это вполне себе закономерная такая история. Скажем, может быть, она кому-то покажется нелицеприятной, но, по-моему, все честно, все по закону, и в целом тут забавно, можно только сказать, что деньги, которые организатор всей этой истории по фамилии Касарес, который он сумел таки выбить из Арагон, он все эти деньги направил на создание нового управляющего фонда, который говорит, что вот они как люди, которые не раз словили других на этих ошибках, сами-то такое точно не совершат. Ну, посмотрим. Так вот, история с Арагоном. Эти ушлые трейдеры по сути-таки захватили власть в Арагоне и уже поставили вопрос о том, как же будет распределяться Трежери на повестку дня. В этот момент в целях защиты всего хорошего, светлого, разумного, доброго, вечного самой идеи проекта команда Арагон предприняла несколько централизованные решения. Удалили аккаунты всех этих инвесторов из Дискорда, потерли ветки с обсуждениями, где присутствовали эти товарищи, да и в целом скрыли половину веток на форуме. даже не половину, там, если мне память не изменяет, почти под 70%. В отдельных топиках, в отдельных ветках это доходило. И как бы перестали действовать уже как нам бы хотелось, да, как какие-то криптоанархисты, как 100% верные своим принципам люди, и предпочли защиту идеи, верность идеи, верность принципам. тем не менее, в итоге Арагон был сохранен, на текущий момент они продолжают обмениваться какими-то претензиями с этим Касаресом, но вроде как ситуацию разрешили, при этом ввели дополнительные способы децентрализации, и в целом можно сказать, что Арагон пережил эту атаку на себя, сохранил свое трежери, пусть пожертвовал частью активов, пусть потерял в цене сам токен в результате этого, и репутация подпортилась, но так или иначе мы верим, что у них есть светлая цель, они к ней придут, а 300 миллионов долларов в трежери пусть будет для хороших людей не жалко, они у них лежат, они их не тратят себе на ламбо, они у них просто лежат и, так скажем, обеспечивают их безбедную старость за производством децентрализованных протоколов управления. Однако этот кейс нам достаточно ярко показывает, что доверять исключительно активам для оценки веса голоса может может быть не совсем корректно и может быть не все должно решаться деньгами. Какие возможные пути решения здесь доверять больше людям и давать больше решения людям, которые внесли какой-то вклад сообщества и тут мы как раз переходим уже от скажем управления протоколами или управления разработкой чего бы то ни было в управлении сообществом. И надо сказать, что несмотря на то, что чуть раньше уже обсудили, что вроде как потренировались создавать сообщество в момент хайпа по NFT, но не сказать, что что-то мы очень сильно усвоили на этом рынке, появились какие-то решения в виде раздачи каких-то бейджиков, опытных пользователей для тех, кто активно работает в сообществе. Лучше всего трекается в этом плане все, что связано с ончейн активностями, но и имеет оно все-таки больше отношения к каким-то финансовым показателям, то есть какой-нибудь деген скор или гиткоин паспорт имеют в показателях для пользователя, что вот такой пользователь хороший, много через него денег движется, но единственная ли это польза, которую может принести пользователь для системы, для продукта, ну наверное нет. Как именно это измерять, это большой вопрос, и как измерять ценность вклада, и какие права давать в зависимости от этой ценности для разных участников. Нужно ли раздавать им эти токены как-то более скромно или менее скромно. С картинкой для MakerDAO все еще хуже, я даже не заморачивался что-то придумывать и воткнул просто рандомную. MakerDAO проект я уже собственно начал про него говорить, но давайте еще раз с самого начала. Собственно сама разработка стейблкоина DAI, который по сути доллар, только лучше, чем USDT. Как USDT? Может все то же самое, что он, только намного лучше и скажем более криптанский. В 2015 началась разработка стейблкоина и платформы Maker. Они привлекли в нее денег и состоялся в 2017 году запуск, где начала происходить вся история описанная мною чуть ранее с эфиром. Когда пользователь приходит, отдает эфир, в этот момент получает за этот залог заложенный свой эфир токен DAI и может им пользоваться как угодно. Как угодно это в принципе вообще как угодно. У меня в фейсбуке есть один знакомый, никогда не видел его лично, который живет где-то в Техасе и он всем рекламирует способ как не платить налоги в США будучи обычным техасским парнем. Собственно он просто заходит всю свою зарплату переводит по сути в крипту сдает ее в залог получает 50% от этого залога. Этот залог снова сдаем в залог получает еще 50% от него. Еще оставшиеся 50% снова он сдает так вот все это прокручивает по кругу и для него потери на транзакциях и на скажем рисках которые он несет с этими процентами бесконечного перезакладывания все у него затраты все еще в два раза ниже чем возможный любой налог который он заплатит. То есть таким образом его деньги считаются не как будто бы он их не потратил на себя он взял на них кредит а потом на этот кредит еще кредит а потом еще кредит и еще кредит и еще кредит и в результате живых денег он не тратит. То есть по сути он ведет себя как большой крупный бизнес или как банк. То есть для них это старая классическая история. Я думаю многие даже видели картинки со всякими мемчиками в интернете по всем этим вопросам вот как не платить налоги сделай вид что ты взял у себя в долг и так как с долгов ты никакие налоги не платишь и платишь только с прибыли никогда не возвращай самому себе свой долг. Примерно так это и происходит вот это вот моего американского знакомства который постоянно делится этим в фейсбуке привлекает людей тоже продает по-моему какие-то NFT бейджи с курсом обучения еще что-то такое но в целом это неплохой кейс про рост с самого низа но возвращаясь к мейкер даму со временем естественно к 2019 году уже были полностью готовы возможность приема других ассетов это уже был не только эфир и не только да и выпускались они уже поимели возможность перезакладывать одно в другое и по-разному активов стало больше движение этих активов тоже соответственно стало больше и все было хорошо пока собственно в марте 2020 года не произошел крупный обвал крипторынка и вот это был мощный стресс-тест для даи потому что все начало сыпаться и скажем не было просвета нигде и казалось что сейчас поплывут все абсолютно стейблы какие только возможно но даи в результате так или иначе выставил сейчас они на платформе уже комбинируют свою деятельность и скажем у них уже есть управляющие фонд который ну собственно у них давно есть но который давно уже принимает залог и real world assets и у них есть в активах если мне память не изменяет даже какие-то майнинговые центры которые заняты просто добычей биткоина то есть перешел так скажем к гибридной модели с одной стороны сам даи ой сам даи сам governance токен по-прежнему управляет протоколом которые есть в системе при этом все так же доступны базовые сервисы для пользователей но сама компания пошла дальше и теперь зарабатывает деньги вообще всеми возможными способами ну примерно так же как и тезер принимает все больше и больше активов и завершает на самом деле все более и более рискованные операции на рынке чем это вернется неизвестно даи слава богу как вот сам дай как стейбл коин обеспечен более прозрачно чем пожалуй любой другой существующих стейбл коинов можно его даже назвать в каком-то смысле алгоритмическим вот это была краткая такая вот пробежечка по самым ярким кейсам которые есть пожалуй отражают в полной мере рынок теперь я думаю что можно было бы в формате уже диалога поговорить про вопросы текущего рынка что интересует собственно всех создателей дау и и вот что скажете алло меня слышно да да можно вопрос а чем отличается maker dao от avi у них вроде бы суть похожая ты закладываешь крипту получаешь там стейбл который должен вернуть чтобы забрать крипту свою в чем основное отличие ну все-таки у avi как я понимаю больше уклон в defy инструменты глобальные или интересует вопрос самого залога но вообще как кажется хотя бы чисто зрение пользователя этих двух инфраструктур что в maker dao ты несешь там эфиры что в avi ты тоже несешь эфиры получаешь стейблы и как-то их прокручиваешь и должен их вернуть и там и там тоже есть такая понятия как ликвидация то есть в чем мекарис с точки зрения бизнеса ну насколько я понимаю в maker dao если если глобально смотреть с точки зрения организации самой структуры то в maker dao все-таки есть комбинированное обеспечение для выпуска да на котором я закончил а в avi оно все-таки осталось на уровне больше пир-ту-пир опять же я не знаю может быть avi уже как-то подобновился то есть в целом maker dao наверное с точки зрения стандартного такого классического рынка можно считать чуть более стабильным они наверное обросли какой-то связкой юридических документов понятно но суть для консюмера для нас с вами на одно и так да ну плюс плюс минус да в зависимости от того с какой суммой денег вы заходите то есть если вы как раз уже переходите с каким-то сложным ассетом который хотите предложить собственно maker dao на каких-то частных условиях то наверное он более функциональный а ави больше для дигенов наверное в этом смысле да да спасибо а ави он в целом может превратиться в том что превратился maker dao maker dao чуть более сложный уже то есть а ави он скажем чуть лучше решает ту задачу которую maker dao начал решать там в 2017 или в 2018 годах он решает ее чуть лучше чуть стабильнее в детали там того как все это работает я если честно и не могу заесть потому что я не разработчик но в целом он как бы чуть-чуть попроще чуть более утилитарный для дигена скажем так в нем чуть меньше дополнительных свистел плюс по ассетам не знаю тоже можно наверное посмотреть с другой стороны что да вот maker dao фокусируется на обеспечении с одним ассетом а собственно на не посредством на стейблконе у ави есть как раз таки дигенская вот эта история когда можно перезакладывать одно в другое и менять один токен закладывать в другой и там потенциал наверное для дигена больше исходя из целей сложно сказать что прям конкретно лучше если брать именно выпуск стейблконов то они одинаковые если смотреть на другие продукты то они уже разные и касаемо юзкейсов я так понимаю что 99% всех dao это своего рода инвестиционное сообщество или есть какие-то еще юзкейсы инвестиционные сообщества да они как раз подавляющее большинство занимали и занимают но есть также вот вот можно ли считать владельцев вот керф токенов инвесторами полноценными ну наверное не в полной мере является или это инвестиционным токеном ну всех вот считают что это не является инвестиционным токеном поэтому значит наверное можно есть токены которые управляют все-таки каким-то протоколом и когда получением комиссии с него не в полной мере они являются наверное инвестиционными если это работающий продукт если это инвестиционные если через dao пытаться контролировать инвестиции то это как раз та самая не сбывшаяся пока что мечта я слышал про какое-то количество ланчпазов которые появляются и не половина из них обещает стать децентрализованными которые говорят что мы будем брать собирать деньги на проект а потом комьюнити будет по частям локацию за локацией размораживать в зависимости от роудмэпа но только один вопрос почему эта команда не в состоянии сама эффективно разложить все на роудмэп и предоставить этот солюшен самостоятельно в чем беда у этой команды что над ней должен стоять ментор который будет ее на каждом мейлстоуне по голове тюкать и деньги замораживать если они ничего не сделают это какая-то нестартаперская история а где же инициатива ну вот вот что про инвестиционную историю вот именно про инвестиции инвестиции не управление совместным фондом. Управление совместным фондом, да, много есть решений, управление совместным фондом все еще доминирует. И есть, собственно, да, простите, закругляюсь обратно. Есть, собственно, направление, скажем, вот сообществ для NFT, владельцев и для каких-то вселенных. Они хорошо работают там, где есть ну вот, собственно, вселенная. То есть, хорошо работают там сообщества, владельцев NFT на Roblox. Почему? Потому что в Roblox есть одно свое сплоченное закрытое комьюнити. Но для этого нужно всерьез увлекаться Roblox, чтобы от этих NFT ощутить какой-то профит. Скажем, ну, наверное, наверное, можно зарабатывать на этом деньги, да. Ну, кто-то зарабатывает деньги на том, что перепродает старые наборы Lego. Купил сегодня, продал через 5 лет профит, там, 300% точно. Ну, в зависимости от набора. Не финансовый совет, если что я в Lego не так хорошо разбираюсь. Хотелось бы... Значит, был пример, был пример токенизации сообщества комьюнити-менеджеров российских. Называется чат Компот Чат. И там сидят комьюнити-менеджеры, такие действительно очень заслуженные, перезаслуженные, которые там вели массу всяких компаний. И отдельно имеют свои какие-то медийные каналы, такие все молодцы, действительно комьюнити, причем Ключу помогают друг другу. Просто в чатике Телеграм, периодически там проводят какие-то метапы, все друг другу помогают. Вот они сейчас, ну, что-то, по-моему, на полторы или на две тысячи человек у них сообщества. Провели они попытку токенизировать свое сообщество, превратить его полноценно в DAO, и на текущем моменте ничего им не удалось. Они признали, как я понимаю, свой этот эксперимент, то есть, пускай в формате эксперимента, не признали его завершившимся, но не принесшим ожидаемых результатов. Они ожидали, что у них, скажем, комьюнити станет более активным за счет того, что в нем появится вот эта вот структура. Комьюнити, само по себе, активным не стало. Для этого эти задачи не решаются от изменения организационной структуры. Пока что все точки зрения остаются на уровне организационной структуры. Возможно, всегда и будет им оставаться, и ничего не изменится. То есть, они хотели за активностью участникам комьюнити какие-то фантики начислять, да? Что-что? Их идея была в том, чтобы за активностью участникам комьюнити какие-то фантики начислять, да? У них была идея про то, что вовлечется большое количество людей в создании пропозалов голосования за эти пропозалы что они вместе смогут что-то создавать то есть каждый из них по отдельности очень талантливый действительно ну профессионал своего дела которые сидят и по ерунде друг друга не беспокоят они не перепродают что-то друг другу они сидят и работают у каждого есть свое комьюнити которую он введен за которую он отвечает кто-то для МТС кто-то для какого-то еще заказчика неважно для кого даже на самом деле но они хотели их вовлечь в совместную деятельность никакой совместной деятельности не получилось возможно конечно это связано с тем что большинство людей в этом чате все-таки получают зарплату и уходят на работу поэтому пообсуждать свою профессиональную деятельность вместо профессиональной деятельности это еще как бы окей а вот позаниматься непрофильными задачами во время рабочего дня наверное это не очень окей то есть просто прийти туда на какой-то семинар можно сказать в офисе что это знаете ребята я полезным делом занимаюсь обучаю сам себя вот на семинар сходил где я с другими комьюнити менеджерами пообщался а вот работа над какими-то задачами для совместно с этими ребятами наверно уже начальнику не продать а свободного времени все таки всем хочется всем хочется выходных с нами есть знаете вопрос как вы нибудь давайте о чем-нибудь поговорим какое-нибудь может направление как вообще возникает потребность создания новых да учитывая что уже мы все говорили что все сводится конфессионному сообществу и такие массадонты уже появились и сложно придумать что-то что рынком было бы востребовано поскольку вообще такая вот профессия когда у архитектор вот немножко общий вопрос да вопрос вопрос кстати хороший да собственно наиболее активно сейчас используются решения ну скажем наиболее часто имплементированные решения имплементируемые решения в какие-то стартапы и бизнесы это вот и скроу модель по той же модели что она сделана была curve finance суть этой модели очень проста можно взять токен curve отдачу его в залог и вот мне взамен вместо него получить голосующий токен и за счет этого голосующего токена можно принимать участие в голосовании можно получать долю вознаграждения из трежери всего протокола киор а казалось бы разницы не должно быть никакой то есть а почему зачем мне нужно получать голосующий токен почему я не могу просто токен взять и сразу же считать его голосующим зачем мне еще дополнительная какая-то подпорка какой-то костыль зачем мне перезакладывать основной токен а вот штука в том что с такой конструкцией любой бизнес проходит более или менее тест холмы то есть таким образом проект продукции и проект перестает выглядеть для комиссии по ценным бумагам сша как инвестиционная бумага потому что сам по себе токен и право голоса и получения прибыли они разделены в сущностях отдельно ты покупаешь тот токен который вот собственно основной токен керва и отдельно ты можешь совершить отдельное действие заложить этот токен и взамен него получить голосующий токен и именно потому что это две разных сущности это позволяет скажем не считать токены проекта чем бы он там не занимался ну ладно это важно конечно чем он занимается но так или иначе не считать их security с точки зрения комиссии по ценным бумагам поэтому наиболее часто отвечая на вопрос что наиболее часто еще сейчас используется используется governance протокол для проектов которые собирают инвестиции и планируют потом где-то в обозримом будущем децентрализоваться вот сейчас у нас в мае месяце до сих пор продолжается еще будет еще несколько дней волна разблокировок старых проектов то есть там разблокировки у всех идут у арбитрума у оптимизма усу и у пид у всех большой большая разблокировка стала старых аллокаций и у многих из них эти аллокации нацелены на так скажем комьюнити они по-разному попадают комьюнити не то что это вот все взяли и всем аирдропом раздали что-то идет на аирдропы что-то идет на грантовые программы что-то идет на поддержку уже существующих проектов что-то пойдет может быть даже на какой-нибудь доп инвестиционный рамп слабо в это верится не то чтобы суви не хватало денег там или кому-нибудь из тех кого я только что перечислил но тем не менее значит вот у этих проектов сейчас огромная волна разблокировок но назначили ее они эти аллокации на разблокировки еще несколько лет назад два-три года назад когда они собирали деньги и по сути многие из тех кто привлекает деньги сейчас ставят в своих токен пицца такие большие них называют как-нибудь экосистем фонд или резерв фонд и очень часто там стоит в приписке дау то есть это значит что подразумевается что вот мы заложили какое-то большое количество денег которым потом дау сможет поуправлять как именно она будет управлять это вопрос уже конечно от продукта зависит потому что есть продукты которые скажем действительно децентрализованы а есть продукты которые менее децентрализованы где по факту все решается混귀 группа инвесторов вот да можно сравнить валидаторов на эфире набил они сколько их в империи и сколько их в мифе и с этой точки зрения эфир более децентрализован и чем база и вот им шестью в 8 валидаторами сколько этооднозначно однозначно. В каких-то других вопросах можно сказать, что эфир тоже не до конца децентрализованный. Поэтому многие проекты сейчас вписывают DAO, чтобы показать, что мы планируем децентрализацию, но при этом не знать, что они реально децентрализованы. Собственно, комиссия по ценным бумагам как раз на этой неделе обсуждает важный для них вопрос, что считать децентрализованным токеном, а что не считать децентрализованным токеном. И по их мнению, на текущий момент это еще никакой не документ, на это не надо ориентироваться, то, что они обсуждают сейчас. Они считают, что если у какого-то проекта нет держателя, владеющего более 20% какого-то токена, то тогда проект децентрализованный. Как это на практике будет выполняться, конечно, не очень понятно, потому что нет ничего проще, чем разложить какие-то свои токены на два кошелька, и вот теперь это уже не 40%, а 20 плюс 20. Но я думаю, что они как-нибудь справятся, решают они сейчас вот эту задачу. Они сейчас не думают над вопросами governance протоколов, поэтому мое личное мнение, что модель условного кировфайнанса поможет еще привлекать инвестиции каким-то продуктом, а SEC будет пока что разбираться с тем, что децентрализовано и что децентрализовано. Они пока где-то на том уровне застряли. Ну и хорошо. Понял. Спасибо. Очень подробно. Что еще можно сказать про DAO? А, вот, собственно, почему мне нравится, да. Вторая часть этого вопроса. Первая была часть вопроса, для чего DAO сейчас используется. Вторая часть вопроса... И мы это делаем, да, соответственно. Мы адаптируем модель, в том числе кировфайнанс, под какие-то задачи, которые есть у наших клиентов. Потому что, естественно, она тоже не осталась какой-то выкованной в каком-то одном варианте. Естественно, она изменяется, к ней приращиваются другие какие-то решения, постоянно развивается все. И условно, чем мы занимаемся сейчас, кроме перелицовки моделей кирова и мейкердау, собственно, все пытаются, и мы тоже пытаемся, и вместе с нашими клиентами, отдельно от них, создать какую-то систему, в которой бы можно было оценивать полезные действия от людей. Это очень близко где-то с какими-то квестами, которые проходят на платформах типа Крю 3, которая Зиля, или Гэлакси, где люди выполняют квесты. Но хочется превратить это из нажимания кнопок «Расшарить» в Твиттер в что-то более серьезное, что-то более значимое. И это задача, которая стоит, по сути, перед всеми, кто запускает так модные нынче поэнтономики. То есть, начало этого года, собственно, весь январь, весь февраль, все обещали всем реворд токены, все, ну, примеры тоже, опять же, все перед глазами, LegionLayer, StarkNet, куча всяких проектов, которые обещали поинты и рисовали где-то в личных кабинетах еще где-то различные поинты, которые человек получит. Потом наступал день X, случался Airdrop, и там все узнавали, что мои тысячи поинтов на самом деле всего лишь один токен. Ну, это в случае, как это было с NotCoin, там люди просто на экран нажимали, пальцы в кровь стирали. А в случае с какими-то более серьезными проектами люди совершали какие-то полезные действия, они участвовали в рестейкинге, они где-то подключали кошельки, клеймили, слушали какие-то подкасты, за то, что они послушали подкасты, они там потом получали NFT через какой-нибудь сервис вроде Proof of Attendance Protocol. То есть, это все развивается, но несколько хаотично. Наши цели, которые мы решаем регулярно с нашими клиентами, это как сделать действия их клиентов настолько, скажем, интегрированными в токеномику проекта, чтобы можно было планировать определенные вещи заранее. То есть, мы, ну, базово, что, как это происходит, мы рисуем вот блок схемки, где написано, сколько кому токенов отправляется в результате какого действия. После этого подключаем сервис Machinations, дополняем эту схемку данными, и схемка оживает, и мы вот узнаем, и можно тестировать какие-то гипотезы. Если мы выпустим вот такое количество токенов в рынок, и будем, запустим 5 юзкейсов, как поведет себя токен, где он будет скапливаться при разных условиях. Вот примерно так мы тестируем модель. Вот тут бы нужно было картинку показывать вместо унылой презентации. Ребят, какие-то есть еще вопросы? Презентация не унылая, а наоборот просто материал. Я, естественно, просто не знаю. Я не знаю, я не знаю, ребят, но я не был абсолютно что-то подготовлен, но, понимаете, сейчас такие дни, такие дни. Ко всему готовишься буквально за час до начала, и как успели, так и поехали. Главное, липоиспование, так что все отлично. Да. Приходите, кто-нибудь, может, к нам в гости на подкаст тоже тогда. Спасибо. Обсудим. Все тогда. Если вопросов никаких нет, если тем для беседы не осталось, то тогда всем спасибо получается. Спасибо тебе большое. Если что, тегайте в чате, в Дискорде захожу редко, но вдруг увижу. Обязательно. Спасибо. Благопознавательно. Спасибо. Да, всем спасибо. Хорошего вечера. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok